Здесь каждый в поле воин и пророк Своей судьбы и многих, что вокруг Пусть неудача, это всё ж урок Тут главное, кто ты и кто твой друг Лаборатория автомобильной диагностики Поможем, подскажем, научим, расскажем Смотрите маразм, разметки, да? Не перестаю удивляться Вот видите, вот так вот сейчас отсниму Видите, вот это дорога в Долгопрудный Хрен пойми чего, по какой полосе ехать Здесь разметка, там разметка И в случае совершения ДТП или какого-нибудь правонарушения Непонятно на какую разметку ориентироваться Видите, что творится И что это такое? Хочется спросить вот эти органы ГИБДД Что это за фигня такая? Это что, в глазах двоилось у кого-то? Для чего это сделано? Что нельзя сделать правильно? Или надо сделать вот так вот? Именно так вот? Ну прям вот рукожопие у нас везде что называется? Вот что это такое? Как это назвать? Местные органы? Вы тут есть или нет? Или органы от слова орган? А вон и органы стоят Вон они, видите, стоят О! И стоит себе палкой машет Останавливает грузовики А то, что разметка вот такая Хрен знает какая И это может привести Ну, к чему угодно, да В том числе и к ДТП Это уже не важно Это у нас так устроено Это двоилось после праздников Или после выходных Ну что? Добрый день всем Продолжаем цикл Интересных передач О технических жидкостях На самом деле спасибо большое Одному из зрителей моего канала Который подсказал эту тему Я как-то над этим не задумывался Ну знаете, обычные, обыкновенные вещи Которые должен знать любой технарь Они всегда хранятся, что называется, в голове И в голове технаря это не вызывает никаких вопросов Но когда рассуждаешь со своей точки зрения Тебе вроде как все понятно А есть люди, которым этот действительно вопрос непонятен Поэтому мы сегодня будем разговаривать об антифризах, ребята Казалось бы, простая тема А на самом деле не такая уж она и простая Итак, что называется, пройдемте Самое время вспомнить, что вода является источником жизни на земле И не только Вода еще и очень хороший растворитель Помните? Вода камень точит Вода это не только источник жизни Но источник электроэнергии на земле Вот вам потенциальный вариант использования силы воды Живая вода Это та вода, которую мы пьем Которую используем для приготовления пищи Да, вот Из мертвой воды Из мертвой воды Делают антифриз Ее тоже можно пить Это десцеллированная вода Что такое десцеллированная вода? Это вода, не имеющая солей Не имеющая в своем составе минералов И так далее Все вы помните, в аптеках в советские времена стояли такие десцеллятые аппараты Которые делали десцеллированную воду Там она нужна была для приготовления лекарств Здесь она употребляется в качестве приготовления антифризов Что такое приготовление антифриза? Ну, в общем-то это бодяга Ну, а если уж сказать достаточно умной терминологией Это блендинг Так называемый блендинг Такой же, как и приготовление моторных масел Который состоит из Для приготовления антифризов Используется либо этиленглюколь Либо нетоксичный пропиленглюколь Итак Представьте себе емкость В которой смешивается Один к одному Десцеллированная вода И Этиленглюколь Один к одному В этой пропорции Степень замерзания Равна приблизительно кристаллизации 37 градусам Степень закипания 107 градусам И в такой классической пропорции Вы бы получили вот такую бы Бесцветную жидкость белого цвета Так вот в состав антифризов Входит в том числе и пакет присадок Все по примеру с блендингом масел И пакет присадок Присадки Занимает Как правило 10% Для чего нужны Присадки Ну во первых Присадки нужны для того Чтобы получить Жидкость яркого цвета Чтобы можно было увидеть Какую-то течь Если эта течь существует Это раз Во-вторых Все вы знаете Что блоки двигателей Головки блоков двигателя Они создаются по разным технологиям И имеют разные сплавы Есть чугунные сплавы Есть алюминиевые и так далее Много Всяких хитростей и тонкостей Так вот Охлаждающая жидкость Не должна Вредно действовать Или содействовать С этими сплавами Для этого Собственно говоря Нужны присадки Которые заливают При приготовлении антифризов А именно Присадки Защищают Детали двигательных систем От коррозии Кавитации Накипи Образование Осадка И так далее Именно пакетом присадок Отличаются друг от друга Антифризы Разных производителей А не цветом Именно пакетом присадок Первое Классические антифризы К этой группе Относятся антифризы Которые производятся По неорганической технологии Присадки У таких антифризов Включают в себя Соли неорганических кислот Фосфаты Силикаты Бораты Нитриты Нитраты Амины Второе Гибридные антифризы Гибридные антифризы Были разработаны Еще в 1990-х годах Как замена традиционным В их состав Входит более стабильный Пакет присадок В котором между собой Сочетаются Карбоксилаты Карбоновые кислоты И соли Неорганических кислот Такой состав присадок Действует на очаги Коррозии И кавитации Эффективнее Чем у традиционных Охлаждающих жидкостях И недостатки Выражены немного меньше Карбоксилатные антифризы В середине 90-х Был разработан Карбоксилатный антифриз Который и сейчас Является лучшим Вариантом По своим полезным Свойствам И сроку эксплуатации Многие мировые Автопроизводители Включая Автоваз ГАЗ И КАМАЗ Используют Карбоксилатные Антифризы Для первой Заправки Системы Охлаждения От всех остальных Антифризов Данный вид Отличается Технологией Производства Пакета присадок Его основой Являются Соли Карбоновых кислот В составе Нет аминов Баратов Фосфатов Нитратов Нитритов И Силикатов Лабридные Антифризы Появились В 2005 Году По классификации Volkswagen Г12 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 2+, Они являются Средним Звеном Между гибридными И карбоксилатными Антифризами В составе Пакета Присадок Лабридной Охлаждающей Жидкости Не более 10% Солей Неорганических Кислот Более 90% Состава Занимают Карбоновые Кислоты Поэтому По характеристикам Такой антифриз Лучше Гибридного Теперь самое интересное Что же означает Цвет Антифриза Почему Они разные По цвету Так что же Означает Такое Цвет Охлаждающей Жидкости Многие Автовладельцы И даже Продавцы Автомагазинов Ошибочно Полагают Что цвет Антифриза Указывает На его тип Так Антифриз Голубого Цвета Означает Самый простой Вариант Со сроком Использования Не более Двух лет Зеленый Антифриз Получше Со сроком Службы До 3 лет А красный Самый лучший Со сроком Использования До 5 лет Также Многие Ошибочно Полагают Что антифризы Одного цвета Идентичны Между собой А потому Их можно Доливать Друг в друга Или Без опаски Заменять Один на другой В реальности На цвет Охлаждающей Жидкости Влияет Лишь Краситель Который Добавили В состав И никакой Информации О качественных Свойствах Этот цвет Не несет Все Антифризы Поначалу Не имеют Цвета Краситель В них Добавляют По следующим Причинам Чтобы лучше Видеть Количество Антифриза В охлаждающем Бачке И контролировать Ее Испарение Следующее Требование Производителя Каждый Автоконцерн Может использовать Свой специальный Цвет Для обозначения Антифриза Следующее В качестве Отличительного Признака Охлаждающей Жидкости Которая Была Залита При первой Заправке Еще На Конвейере И Следующее Для поиска Протечек Например В антифризы Кэррил Рейсинг Добавлены Флуоресцентные Красители Чтобы было Легче Обнаружить Течь Системы Охлаждения В ультрафиолетовом Цвете Таким Образом Антифризы Одного Цвета Могут Полностью Отличаться Между собой По составу Но при этом Общепринятые Тенденции Говорят О следующем Антифризы Голубого Цвета Чаще Всего Относятся К традиционным Охлаждающим Жидкостям Гибридные Антифризы Чаще Всего Бывают Зеленого Бирюзового Или Синего Цвета Карбоксилатные Антифризы Зачастую Имеют Оттенки Красного Оранжевого Или Желтого Цвета Несмотря На это Встречаются И исключения Из правил Поэтому Нужно Опираться На тип Антифриза Который Используется В конкретной Модели Автомобиля Если Таких Данных Нет Нужно Опираться На допуски И спецификации Антифриза Рекомендации Производителя Указанное В руководстве По эксплуатации Автомобиля Давайте С вами Посмотрим Что Пишут На Канистрах С Антифризом Антифриз Z40 Эффективно Заменяет Антифриза Других Марок Соответствующие Сертификации G11 G12 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 G13 Допуская Смешивание С ними В любом Соотношении Z40 Z40 Не горит В его составе Нет метанола И глицерина В данном случае Яркий представитель Этого рода Видите G12 2 Плюса Ну и Характеристики Г12 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 Субтитры сделал DimaTorzok